Девушки отдыхают 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 Это изменение в пользу нас, в нашу пользу. Потому что у нас капитан-гений, ну, очень круто драфтит. Вот и сегодня как раз показал свои навыки в плане драфтов. Еще важно помнить, что он еще очень скромный. Есть такое, я тоже знаю. Сложно не согласиться, капитана и правда гений. Капитан-гений. Также разработчики поменяли место расположения некоторых айтемов на карте, в том числе это смотрители и аванпост. Теперь они находятся в основных лесах сил света и тьмы. Ну и на треугольнике. Как вам такое изменение? Мне понравилось. Сыграл триеры. Мне понравилось. Как будто те аванпосты были плюс-минус юзов, которые были. Да, они не использовались вообще. Еще по поводу драфтов, я хочу еще дополнить. Теперь подготовка к энеми очень важна. То есть ты в первой стадии можешь полностью все задумки, все стратегии, всех лучших героев просто убрать из пула. И дальше легче будет. Теперь подготовка стала более хардкорной, скажем так. Более важна. Адаптируются сильнейшие. Еще есть такая правда, что такие в жизни, такие в доте, что выживают сильнейшие. Выживают сильнейшие. В принципе, все в одинаковых условиях. Кто первый адаптируется и найдет в этом свои сильные стороны, тот и выиграет. В принципе, компетити вот так это все и работает. Хорошо. Что скажете про альтернативное применение способности? Нравится ли вам это изменение и насколько сильно оно вообще повлияет на мету? Я не знаю, как будто это все плюс-минус-изу, нет? Да не, не, не. Но это прикольно. Это больше функций в игре добавляет. Ну, нужно думать о разных вещах. Типа вот то, что розор может достать, их по-другому нажать, и тебя будет присасывать к нему. Ну, кстати, вот то, что два скана добавили, это прикольно тоже. Вообще, пока по альтернативным применениям способностей трудно что-то сказать. Надо смотреть, играть и там уже прочувствовать. Хорошо. Появилась новая характеристика, сопротивление замедлением. Как вам эта штука? Это усиляет на самом деле героев, допустим, Свена, да? Типа, вот ты на ЦМ-ке кидаешь первый спелл Свена, и он не двигается в файте. А так он покупает там... у него ульт вроде дает, да, это сопротивление? Не, армляд, армляд дает. Там нейтральные предметы дают вот это. Но там оно не такое сильное, то что оно не прям влияет. Ульта тоже, ульта тоже дает, если что, сопротивление замедлением. Короче, небольшой баф таких героев, типа, которые слишком уязвимы были к кайту, мне кажется, просто неплохой микробаф, который может вернуть их в мету, возможно. Что скажете про новый смок в доте? Ничего. Это, кстати, ну, так и должно было быть изначально, когда мапу увеличили, что смок должен быть, ну, длиться дольше. Ну, потому что раньше бывало, ну, не хватало времени, там, найти героя или приближать в маке, ну, прикольное нововведение. Оно не сильно решает, но при этом оно интересно. То есть пока что все изменения, о которых мы говорим, все позитивные. Все позитивные хорошо влияют на нашу команду. Это еще по поводу гранат, можно сказать. Их сделали меньше, восстановление в лавке сделали дольше. Ну, это нормально, это как раз-таки так и должно было быть, потому что ты мог приходить, и тебя просто, да, да, потому что, ну, слишком много гранат на линии, на сайтах было слишком. И сейчас их будет меньше, и люди их будут, ну, использовать с умом. Вот мы говорили про не сильно глобальные изменения, а сейчас вот можно заметить, что вот Атос теперь не дает статов, а на универсалов всегда покупали Атос. Вот, и шмотка, которая дает статы, это Вес. Атос сейчас вирус, шмотка самая по себе. Да, и вот это вот изменение, оно очень сильно влияет на целом геймплей. Тогда самое время перейти к изменениям героев. Кого-то они еще одно понерфили, кого-то, очевидно, очень сильно бафнули. К примеру, у того же друида его винрейт за менее чем сутки вырос аж на 7%. Что скажете про нового друида? А, ну это сильные изменения, это реально сильные изменения. Ну, типа, что вот Мишка Универсал, что ему дает эти универсальные статы? Шмотки можно покупать теперь не только Дезокераса. Хорошо, давайте тогда поговорим про инвокера. Теперь у нас уже универсальный герой, и этот класс, как по мне, по моему мнению, и без того довольно-таки сильный. А ему еще неплохо апнули урну, что делает этого героя еще сильнее. На каких позициях вы сейчас его видите, в принципе? Не кажется ли вам, что в целом класс универсальных героев немного дисбалансный? Ну, у всех свои плюсы, у всех свои минусы у каждого героя. Но то, что инвокер прикольный герой стал из-за того, что от Весла апнули, его сделали универсалом, это правда. Ну, нет такого, что прям универсальные имбовые, чем обычные герои. Да, на самом деле, эти универсалы, это же ничего тебе особо не дает. Ну, ты универсал, но универсал. Ну, у тебя просто есть какая-то функция купить какой-то айтем, типа Весла, и он тебя сильно бафает. Просто универсал бафает, типа сильно там скади какой-то, да, который просто атрибуты дает много. А сейчас же Атос убрали, и нет особо... Ну, сейчас Весла есть. Атос больше давал. Две короны, но отобирается приятно. Все новое, хорошо забытое старое, видимо, такой логикой руководствовался Valve, когда возвращали Магнусу стан. Что думаете про старого нового Магнуса? Ну, я думаю, если бы в прошлом патче добавили бы, вот до ослабления Магнуса, добавили бы вот этот аганим, тогда был бы прям лютый имбой. А так сейчас, не знаю, просто попытка, наверное, как-то выреснуть, исходя из того, что его сильно порезали. Я не знаю, 4200 слишком много за это платить. То есть вы считаете, что его недостаточно бафнули для того, чтобы он снова вернулся в мету? Да, его слишком сильно там убили в прошлом патче. Его убили, там Верну какую-то убили, еще каких-то универсалов убили. Ну, на стороне просто неактуально были, поэтому как-то, не знаю, тяжело... Ну, можно пикнуть его, конечно, но как-то тяжеловато пока придумать, какой драфт его брать. А что думаете про бедного мипа? Точно гемой был очень сильный, его нужно было фиксить. Ну, он был несправедливый, но его не сильно пофиксили, я не знаю, как будто бы его даже, наоборот, апнули. Потому что ты таланта 15-го атаки без промахов, тебе он не нужен был на 15-ом. Тебе уже ближе к ГОСАТ ему нужен был, потому что ни у кого мясов в аниме не было. Вот, а так ты раньше берешь перезарядку, ну, либо уклонение. Ну, короче, я думаю, мипа не сильно порезали, такой же сильный герой. Ему надо было резать шард и гоним, а остальное не трогать. Тогда было бы все окей. Не знаю, мипа вообще ничего не сделали, как будто такой же больной герой. Что скажете про обновленную спектру? Не кажется ли вам, что она теперь слишком дисбалансная? А, прикольная спектра с еще. И-то поменяли Аганим. Ставлю лайк в спектре, ставлю лайк. Что-то громко. Что вы все слышали, я хочу громко сделать, чтобы вы убедились, что так оправдывается. А, поняли, спектры поменяли раньше, типа, Аганим был шедллстеп, а сейчас это ульта, и надо покупать Аганим на хаунд. Так это нереальный апп у спектры, я думаю. Ну, что значит, раньше может Джонис, а Аганима не надо купать, типа... А какой кулдаун? 20 или сколько? 7 секунд. А, длительность, да, 8 секунд. Ну, это нормальный баф. Хаунд ты можешь когда-то захочешь купить. Это лайк, точно. Ну, Джаггеру вот этот талантовый амбой пофиксили на вампиризм. Теперь он вармор не так сильно хилится. Он через амбок, чисто дэмэдж. Джаггер же капец амбой был. Ну да, да, но сейчас его подфиксили. Кстати, Раззор. Вот Раззор очень крутой герой. Я думаю, я думаю, сейчас войдет в мету очень сильно. Учитывая, что в цеме можно сейчас драфтить, так прикольно. Ты можешь его всегда, типа, добирать как-то интересно. Ну, Раззор крутой герой. Мне нравится. Согласен, лайк. Он до этого был крутой. Он до этого крутой был, а сейчас еще интереснее. Понимаю, что скажешь про марса вообще? Про акса. Про акса. Приджи спайл больше дамажит. А, ну и все. Давид же меня заинтернашил. А, кстати, почему мы не затронули тему с медасами? Есть информация. Оу. Теперь можно купить 10 медасов, у тебя будет 20 медасов. Не, ну я затестил медас, когда у тебя вот хорошее начало. На самом деле прикольно. Не, в целом один медас, да, но 20 сейчас. Это же право на бред. На Ракварде берешь 2 медаса. Это 4 медаса. Это 4 медаса. Это все, это инвестмент. Так ты потом еще докупаешь еще себе 3. У тебя 5 медасов, то есть 10. Так ты еще рефреши покупаешь. А какие герои, по вашему мнению, разработчикам стоило переработать уже в этом патче? На кого они не обратили внимания, а стоило бы? Нагу, нужно было ей просто пофиксить ситуации. Я считаю, без 100 рекана надо было просто, чтобы, ну, без 100 не было кабанов. Ну, или хотя бы он не замедлял скорость атаки. Вот. А рекану, считаю, волков надо ультой сделать, по моему мнению. Ну, вот, если про забытых героев говорить, то вот какой-то Night Salker, полностью забытый герой, да? Какой-то тренд. Земелья нечасто, гость тоже. Худник невероятно убили, но ее в этом патче чуть-чуть подапали. Ну, там чуть-чуть прям вообще. Не критично. Да, вот Худник как будто бы можно было и апнуть, потому что герой очень крутой, мой любимый. То есть, в целом, подводя итоги этого патча, все, что сделали разработчики, вам все, в принципе, нравится. Есть какие-то штуки, которые юзлесс, вы не будете их использовать, либо они не влияют ни на геймплее, ни на мету в целом для нашей команды. Но, в целом, патч классный. Много чего пофиксил, много чего добавил, бафнул там, где необходимо, и понерфил. Не прям все герои, которых хотелось бы, но, тем не менее, тоже это сделал. В целом, оценка патчу, по-вашему, неплохая. Лайк. Я вообще сторонник того мнения, что любое изменение — это кайф. Потому что полгода играешь, иду тоже дот. Еще что-то новое, это какой-то азарт, интерес и в целом. Ну, прикольно. Главное, что там не слишком сильно убили доту. То есть, она просто стала более вариативной и чуть-чуть другой. Больше героев стало. Типа, просто то, что постоянно меняет баланс героев, то, что они перетекаются из, например, из пула, там, сорока героев в немного другой пул. То, что он увеличивает этот пул героев — это всегда круто. То, что разнообразие появляется. Потому что, ну, объективно, например, в прошлых патчах бывали герои, которые в первой стадии, ну, были брокены. Типа, и всех не перебанить было. И сейчас, из-за того, что новая стадия драфта, из-за того, что героев некоторых, там, как Дум порезали. Потому что раньше Дум просто ФП, и все. И играешь 50 минут, ты жмешь кнопку раз и две минуты, и получаешь удовольствие от жизни. Ну ладно, самое крутое обновление — это то, что вы поменяли драфт. Где вообще рот? Я согласен, да. Да, но оно самое интересное. И самое глобальное, в принципе, мне кажется. Да, да. Для компетии в доте. И самое хорошее, что его выпустили как раз в ночь, 9 августа. И, по сути, у вас еще есть полноценные... Да, не во время, а квалы. Да, да. Полноценных 10 дней для того, чтобы разобраться, для того, чтобы придумать новые страты, если там как-то сильно повлияло на... Боже, 13 дней, получается, или 12. Да, более чем достаточно для того, чтобы обкатать и показать классный результат уже на квалах. У нас была проблема, вот мы два дипси цикла играли, и два, ну, в двух дипси циклах просто посередине выходит патч. В первом там вообще глобальный просто там, ну, то-то полностью поменял карту и все такое. А во втором цикле, то есть в последнем, просто вот мы привыкли играть героями, мы их наиграли, у нас есть какие-то стратегии, а просто во время турнира выходит патч, и мы какие-то неправильные возможности выводы сделали, еще что-то, и в целом какой-то спад чувствовался, и вот не успели так быстро привыкнуть к новым изменениям. А сейчас то, что патч выпустили за, там, сколько, две недели, да, где-то, это круто, потому что мы успеем подготовиться, и все будет хорошо. Ребята, вам огромное спасибо, спасибо, что поделились своим первым впечатлением о новом патче. Я очень рада слышать, что патч вам понравился, и он пойдет на пользу нашей команде, и поможет нам хорошенько подготовиться перед квалами, и показать там уже классный результат. Поэтому вам большое спасибо, буду вас отпускать, так как знаю, что вы только с КВшек, и, очевидно, хотите немножечко отдохнуть. И надеюсь, что в следующем раз мы увидимся с вами уже на TI. На этом? Да. Йоу. В Сиэтле? В Сиэтле, да. Хороший кол. Друзья, вот на такой вот позитивной ноте мы заканчиваем наше видео. Пишите комментарии, какие у вас впечатления о новом патче, что вам понравилось, что вам зашло, что вам не зашло. Ну и, конечно же, поддерживайте наших ребят на квалификациях к TI. Ну а с вами был канал Na'Vi Junior Dota 2. До скорых встреч, пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!